друзья всем привет приветствую вас на моем канале и сегодня мы попробуем сделать сосиски у нас есть уже смолотый фарш то есть это у нас обрезь уже перемолотая тут и мясо и сало то есть два раза все было перемолото это у нас курица тут у нас тоже со всех частей тела собрано то есть и грудь и ножки то есть и окорочка все это вместе перемолото чтобы не было сухим что нам сейчас нужно для дальнейших действий нам понадобится заправить этот фарш специями у меня здесь фарша полтора килограмма поэтому я узел 4 грамма чеснока свежемолотого 3 грамма кориандра 5 граммов черного перца 4 грамма красного паприка то есть он вкуса как такового не даст но даст какой-нибудь цвет пускай будет потом взял пищевые фосфаты у меня здесь 5 грамм пищевых фосфатов идет нитритная соль вместе с поваренной взял той 15 грамм и этой 15 грамм всего 30 грамм соли и 6 грамм сахарного песка все это отправляется фарш так отправили еще фарш я отправлю 3 вот таких вот яйца полностью вместе с желтком так так выпала тишина и теперь нам нужно все это тщательно перемешать так мы проще наверно будет это делать рукой сейчас сделали это быстренько фарш осень холодный примерно температура фарша около 3-4 градусов он у меня немножечко подмораживался морозил так вот получается такая масса сейчас мы еще добавим один ингредиент так друзья нам еще понадобится холодная вода то есть сейчас я вливаю примерно 200 граммов и все хорошенечко перемешиваем у кого есть блендер то есть делайте блендером я уже спалил перемешиваем руками так немножечко я еще дам холодной воды вы чуть позже сейчас я все вымешиваю друзья ну и вот видите какой у нас получился фарш то есть он может ну нету просто оборудование блендеров нету кутера пока что и у меня уже плана купить кутер то есть видим что масса у нас все-таки с кусочками и она будет не такая прям классная как магазинных колбасах сосисок ну ничего получится что получится сейчас мы это все отправляем в холодильник и подготавливаем наш шприц и оболочку так друзья ну и набивать будем наши сосиски вот таким вот шприцом это колбасный шприц его мне прислали с магазина колбас на справа всем рекомендую этот магазин там очень много всяких функциональных добавок чтобы сделать колбаску сосиски ветчины изделия то есть проходите смотрите обращайтесь за помощью продавцам консультантам они вам все классно четко расскажут и подберут то что вам нужно ну в принципе все ссылочку оставлю в описании проходите смотрите набивать будем мы коллагеновые череву тоже с этого магазина у вас на справа видим ее размер 19 миллиметров я уже пробовал делал то есть думал что не получится не снимал видео ну у меня в получилось сейчас вот думаю тоже все получится сейчас отмеряем сколько нам нужно этой коллагеновой оболочки и замачиваем ее воде и устанавливаем наш шприц так сейчас все делаем так друзья шприц я уже установил то есть чтобы замочить нас оболочки отмеряем сколько нам нужно и просто ее замачиваем тепленькой водички примерно градусов 20 в общем до 30 градусов все это сейчас классненько возьмется и все и сейчас она в течение там 50 минут станет толстичной и очень податливой есть так теперь друзья наш охлажденный фарш вымешанный мы закладываем у нас шприц закладывать нужно очень плотно чтобы не было воздушных полостей сейчас я заложу и включусь так друзья ну вот и набита наш шприц то есть надета оболочка на цевочку видим что мы сначала довели фарш вот сюда до конца цевки надели нашу оболочку и завязали узелок так сейчас будем набивать набивать нужно не очень плотно набивать чтобы она была мягенько так начинаем так видим как набили сейчас выравниваем фарш по нашей оболочке все вот такое у нас получается так что будем делать дальше сейчас покажу набиваем следующую цевочку так ну и вот набили мы наши оболочки то есть у нас тут две их так одну кладем в сторону и будем сейчас мы их перевязывать перевязывать будем мы по способу банан ну и начинаем вот берем один край перекручиваем слаживаем потом слаживаем еще вот так вот раз этот край мы отпустили перекручиваем вот сюда вот протягиваем наши череву вот так вот один край затягиваем так получается у нас петелечка перекручиваем до следующей все вот так вот остается есть у нас и следующий и вот таким вот макаром вяжем кто не понял как вязать я сделаю видео и выложу вот тут вот ссылочку так мы поехали дальше так мы его друзья наши сосиски уже связаны и то есть что нам сейчас нужно нам нужно их отправить на осадку то есть мы оставляем в холодильнике их часов на восемь потом встретимся пока что будем делать дальше итак друзья в общем у нас наши сосиски провели в холодильнике восемь часов они немножечко стас сели немножечко они такие стали мягенькие вышел лишний воздух и сейчас мы будем их то есть доводить до готовности в духовку в духовке сейчас мы выставляем точнее не вставляем а делаем такую небольшую температуру то есть это нужно для того чтобы наши сардельки прогрелись потом это примерно градусов 60 до температуры самих сардельках 30-35 градусов потом даем обжарку 90 до достижения внутри наших сардельках 55 градусов и потом мы опускаем температуру до 80 и наливаем крутой кипяток в поддон и доводим их до готовности до температуры 71 короче 68 70 71 градус ну в принципе все встретимся уже как они будут готовы ну и вот так вот будут париться наши сосиски до готовности так ну и вот друзья уже 71 градус давайте попробуем что получилось так друзья ну и вот наши сосисочки готовые давайте попробуем что же у нас с вами получилось так берем сосиску видим да что у нее нету бульонного отека это самое главное так разрезали видим сочность ну мясо да видите идет в крошку то есть это не такие как продаются в магазине но я уверяю вас что они очень вкусные они сочные а еще если сделать вот так вот с горчицкой так вообще ну что пробуем да друзья вкусно с них прям валит сок вот такие они на это если их поломать видите да ломаются супер так что ребята пробуйте делайте все просто классно вах кому понравилось ставь лайк подписывайся на канал все всем пока до скорых встреч спасибо 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 все спасибо мы все